Новости столицы в эфире. С вами Патимат Ханапова. Все, чем запомнилась Махачкалинская неделя, смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И вначале короткий анонс. Избавиться от пробок на дорогах и снизить количество ДТП. Все это под силу новой интеллектуальной транспортной системы города. Что готовят для улиц Махачкалы, смотрите через минуту. Ремонт дороги, благоустройство общественных территорий остаются самыми важными темами этого лета. Какие еще объекты поменяют свой облик, смотрите далее. Хотите внести свой вклад в развитие города? Махачкала включена в федеральную программу по благоустройству «5 шагов для городов», в котором принять участие сможет любой житель столицы. Развеять мифы и объяснить механизм. В Махачкале провели лекцию по донорству костного мозга. Водители проезжают быстрее, а пешеходов не приходится долго ждать. Умные светофоры помогают разгрузить Махачкалинские улицы. Так, в тестовом режиме в ноябре прошлого года интеллектуальная транспортная система была внедрена на пересечении улиц Яракского и Гагарина. Специалисты проанализировали работу датчиков и выяснили, что такая практика положительно влияет на ситуацию на дорогах. Уже сейчас зафиксировано увеличение пропускной способности на 15%. Максимальное время ожидания на переходе составляет 45 секунд, а минимальное всего 30. Не пугайтесь, если вы увидите, что табло обратного отсчета времени не работает. Мы сделали это специально для того, чтобы не вводить участников дорожного движения в заблуждение постоянно изменяющимся времени. Все это направлено на то, чтобы повысить комфортность при движении по городу и снизить задержки в движении транспорта и пешеходов. Проект нацелен снизить количество ДТП, повысить уровень безопасности дорожного движения для автомобилистов и пешеходов. Отметим, умный светофор в автоматическом режиме рассчитывает продолжительность горения зеленого сигнала для разных направлений. Работа по ремонту дорог в Махачкале продолжается. В этот раз власти города откликнулись на обращение жителей микрорайона М2. В частности, на улице Уродинского уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия и подготовили основания для обустройства тротуара. Параллельно с этим ведутся работы по улице Насрудинова, где также строится дорога и сквер для отдыха горожан. Мероприятия проходят в рамках комплексного благоустройства городских территорий. Закончить строительство планируется уже осенью. Напомним, в этом году в столице республики будет завершена реконструкция 23 дворовых территорий и семей общественных пространств. У центральной Джума-мечети появится благоустроенный сквер. Специалисты уже начали работы на объекте. Подрядчики обещают установить на месте малые архитектурные формы, максимально озеленить участок, посадив новые деревья и кустарники. Напомню, эта локация была утверждена для реконструкции абсолютным большинством горожан в рамках рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Работы будут совершены уже осенью текущего года. Сейчас школы активно готовятся к новому учебному году. Ремонтные работы должны быть проведены в 19 школах столицы. Накануне представители мэрии Мухачкалы совместно с депутатами Народного собрания республики осмотрели образовательные объекты. В ходе мониторинга были выявлены детали, которые не были предусмотрены в проектно-сметной документации. Сегодня мы осуществляем объезд общеобразовательных организаций, которые включены в президентскую программу капитального ремонта. Такие периодичные выезды во время мониторинга строительных работ в рамках капитального ремонта мы с коллегами находим различные варианты для того, чтобы можно было уложиться в срок сдачи объекта. И частной периодичностью для того, чтобы можно было на месте найти решение для таких строительных проблем, которые возникают здесь на месте на различных этапах и не охваченной проектно-сметной документацией. До начала капитального ремонта мэру Махачкалы Салманом Дадаевым было поручено создать единый дизайн-код для всех школ, включенных в проект. В большинстве случаев это у нас теплые оттенки, которые не должны раздражать учащихся в последней учебе. Принято решение в ученических классах три стены выкрашивать спокойный цвет и более привлекающее внимание это стена, где находится доска. Здесь такие архитектурные решения, изучен опыт школ с учетом опыта проектирования новых школ. Здесь применены новые дизайнерские решения для того, чтобы отойти от наших типовых, скучных решений. Стать инициаторами положительных изменений в Махачкале могут молодые горожане. Столица Дагестана будет участвовать в программе по благоустройству «5 шагов для городов». В программе может принять участие любой горожанин, оставив свою идею на сайте. Заявки принимаются до 5 августа. Развитие города и повышение его привлекательности для молодежи – цель проекта. Об этом говорили участники обсуждения, которое прошло накануне в ДГУ. Когда происходят такие масштабные изменения, такая трансформация города, безусловно, это касается каждого горожанина. И сегодня здесь собрались небезразличные горожане, которые готовы поучаствовать в программе «5 шагов развития города». Параллельно с тем, как динамично развивается город, параллельно с тем, как динамично проходят процессы возврата земельных участков в оборот городской, параллельно с тем, как эти земельные участки резервируются под строительство социальных объектов, безусловно, формируется определенный костяк городских активистов, которые участвуют в наиболее важных масштабных крупных проектах города. И сегодня некоторые из них собрались на площадке точки кипения в Дагестанском государственном университете, обмениваются мнениями. В программе пять направлений. Это позволит охватить интересы как можно большего числа жителей. Молодые люди могут предложить идеи благоустройства жилых районов в номинации «Город рядом». Категория «Сохрани планету» предполагает экологические проекты по посадке и уходу за деревьями, а также очистке прудов. «Вдохни жизнь» – это варианты облагораживания заброшенных территорий. Есть направление и для сторонников здорового образа жизни. Добавь энергии. И, наконец, последнее «Собери своих» предполагает событийные досуговые программы. Конечно, такие площадки нужны, потому что, хочешь не хочешь, молодежь вовлекается в это все. Я сейчас тоже в одной из групп состою с девочками, мы что-то предлагаем. Где-то сходимся во мнении, где-то нет. Очень интересно. Они как молодежь, и мне интересно их послушать. Потому что я уже давно далеко не молодежь. И хочется, чтобы они тоже были заинтересованы в том, чтобы наш город только процветал. «Спаси жизни» здесь и сейчас. В Махачкале прошла лекция, посвященная донорству костного мозга. Ежегодно в России в пересадке стволовых клеток нуждаются более 4 тысяч взрослых и тысячи детей с онкологией. На мероприятии представители Южного регистра доноров костного мозга рассказали о том, как попасть в регистр, почему это не страшно и так важно для всего общества. Эксперты развеяли мифы вокруг донорства, дали разъяснения по поводу противопоказаний и ответили на вопросы участников. Летом мы решили уделить большое внимание республикам Северокавказского федерального округа, так как именно национальное разнообразие регистра, оно очень важно. Сейчас мы проводим акцию в Дагестане, очень хочется, чтобы население активно отреагировало на данную акцию. Разобрались в вопросах донорства костного мозга, узнали о том, что это безопасно, но это очень важно состоять в регистре и тоже присоединились к акции. Найти донора очень сложно, примерно 1 на 10 тысяч совпадения и с нашим количеством национальностей, разнообразием национальным в стране, количество потенциальных доноров, оно необходимо в миллионном количестве. На данный момент всего около 190 тысяч. Это очень мало, чтобы всем необходимым пациентам оказывалась эта помощь. Для вступления в регистр доноров костного мозга нужно сдать кровь в специальных лабораториях. С помощью этого биоматериала эксперты определяют генотип человека. Это главный фактор совместимости с рецепиентом. Это все события, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова